Здравствуйте! В эфире информационная служба «Импульса» в студии Юлия Шаркова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Мне выпала большая честь от имени нашего губернатора Дмитрия Андреевича Шаркова поздравить вас с учением почетных званий, наград. Накануне 90-летия округа новоуренгойцы получили заслуженные награды от имени губернатора. Их поздравил глава города Андрей Воронов. У нас задача в 2021 году, к концу года, все эти программы с очередниками закрыть. В идеале переселять целыми микрорайонами, чтобы освобождать место под застройку. Первый замглавы Виктор Пузанов рассказал жителям Карачаева о решении квартирного вопроса. Мы вам напоминаем, при перевозке пассажиров необходимо пристегиваться как вам, так и следить за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты. Сотрудники ГАИ проверили работу таксистов. Самое частое нарушение – перевозка пассажиров без регистрации индивидуального предпринимателя. 90-летие округа – весомый повод для того, чтобы отметить людей, которые внесли заметный вклад в развитие северного региона. В преддверии праздника за заслуги в различных областях лучшим ямальцам присвоены почетные звания, вручены знаки отличия и медали. Награду вручал глава города Андрей Воронов. В числе награжденных – волонтеры, медицинские работники, железнодорожники, слесари, электромонтеры. Так, сотрудник Росгвардии Муслим Атаев отмечен медалью за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей на пожаре с риском для жизни. Каждый из наград – это яркое свидетельство вашего пропотливого труда на благо Ямала. Вопросы насущные и создание праздничной атмосферы. Первый заместитель главы администрации города встретился с жителями Карачаева. Виктор Пузанов рассказал им о путях решения жилищных вопросов, а также побывал на площадке для массовых гуляний. Там уже есть все условия для зимних забав и новогоднего настроения. Подробности в сюжете. Вопрос переселения традиционный на встрече с руководством города. У каждого жителя Карачаева своя ситуация. Но проблема общая. Люди хотят жить в комфортных условиях. А большинство деревянных зданий уже не отвечают этим требованиям. Строительство тут идет активно. Комплексный подход к застройке должен сделать район более компактным и уютным. Мы, конечно, будем стараться переселять районами и домами, чтобы сразу освобождались, ну, они так называются, или пятно застройки, да, или чтобы целый микрорайон переезжал сразу. Это поможет оптимизировать обеспечение жизнедеятельности Карачаева. Кроме того, компактная застройка – это шаговая доступность социальных объектов для людей. Именно по такой концепции сейчас идет развитие района. Сегодня от подрядчиков зависит, как скоро начнется марафон новоселий. Мы планируем, что у нас все дома ведутся в 21-м, хотя мы всем людям обещали до 23-го. То есть, в принципе, у нас задача в 21-м году, к концу года, все эти программы с очередниками закрыть. А этот объект уже готов. Впервые на площадке массовых гуляний появился ледовый городок. Его с нетерпением ждали юные карачаевцы. На площадке уже появились ледовые скульптуры зимнего волшебника и его внучки. Их гармонично дополняют цветовые композиции. С ними жители района с удовольствием фотографируются. А горка пока одна. Это своеобразный полигон для изучения запросов жителей района, прежде всего самых маленьких. Посмотрим, как они будут в эксплуатации в этом году. Может быть, еще одну добавим, может быть, поменьше, а может быть, побольше. Ну, конечно же, как жители скажут, будем стараться взвешенно подходить ко всем желаниям, ну, чтобы максимально сделать отдых приятным. Подчеркнут атмосферу праздника огни зимней красавицы елки. Их централизованно зажгут во всех районах города уже на следующей неделе. Павел Прожогин, Андрей Мальцев, служба новостей, «Импульс». На Ямале дан старт шестому региональному чемпионату молодые профессионалы WorldSkills Russia. В этом году он проходит на площадках восьми средних специальных учреждений. Сегодня в Новорингойском многопрофильном колледже состоялось пленарное заседание, на котором представители правительства окружного департамента образования и организаторы чемпионата обсудили перспективы развития новых стандартов для существующих компетенций. Ведь производить любые виды работ в условиях арктической зоны не так просто. По мнению экспертов, необходимость новых стандартов назрела уже давно. Их будут разрабатывать в рамках направления «Ямал-Скилз». Всего же на соревновательных площадках округа встретятся 350 участников. Их будут оценивать столько же экспертов. Также в работе задействованы порядка 200 волонтеров. Система подготовки кадров в «Ямал-Нийском автономном округе» активно развивается в логике новых федеральных и региональных инициатив на основе проектных решений. Ключевым для развития подготовки кадров «Ямал-Нийского автономного округа» является реализация 2019 года регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста и включения в реализацию федерального проекта «Молодые профессиональные национальные проекты образования». В настоящее время в систему подготовки кадров включено 8 колледжей и технику. Обучаем практически 7 тысяч студентов по 65 профессиям и специальностям. Водители такси в очередной раз оказались под пристальным вниманием сотрудников ГАИ. Инспекторы проверили, все ли граждане, которые занимаются частным извозом, соблюдают прописанные требования. Каждый из них должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и иметь соответствующую лицензию. Если машина таксиста с газовым оборудованием, оно должно быть официально оформлено. А для перевозки маленьких пассажиров в автомобиле обязательно требуется установить детское кресло. Из 47 водителей такси, которые попали в поле зрения инспекторов, 10 работали с нарушениями. Водитель в ответе за безопасность пассажиров. Это правило, не требующее доказательств. Но зачастую в погоне за заработком таксисты об этом забывают. У каждого, кто занимается частным извозом, обязательно должна быть регистрация индивидуального предпринимателя и соответствующая лицензия. Нельзя забывать и о наличии страховки. Соблюдение этих пунктов и проверяют полицейские. Взмах жезла и водитель послушно останавливается. Этот автомобиль работает на газе, но водитель такси об этом умалчивает. И, как оказалось, неспроста. Газовое оборудование не оформлено должным образом. Сотрудник госавтоинспекции просит открыть багажник. Баллон, который там находится, говорит сам за себя. Отпираться больше нет смысла. Газовтоинспекторы останавливают еще одного таксиста с аналогичным нарушением. У него тоже не оформлено газовое оборудование. А кроме того, водитель не вписан в страховку. Мы попытались выяснить, почему он так беспечно относится к прописным требованиям. Скажите, пожалуйста, почему вы нарушаете? Очень нервный водитель. Нарушений много. Среди них отсутствие детского удерживающего устройства и непристегнутые ремни безопасности. Но самое распространенное – отсутствие регистрации индивидуального предпринимателя. В первую очередь это означает, что автомобиль перед выездом на линию не проходит осмотр и может оказаться неисправным. Также водитель не проходит предрейсовый медицинский ассоциал. Похожили, не стоит осуществить поездку с водителем, который находится либо в болезненном, выставленном или некрестном состоянии. Также нарушениями является незаконное нанесение сфетографических схем легкового такси. Что учет на собой наложение административного штрафа в размере 5000 рублей. К счастью, тех водителей, которые соблюдают все правила перевозки пассажиров, большинство полицейские проверили 47 машин. К 37 таксистам у инспекторов никаких претензий не было. Безопасность всегда, прежде всего. А что вы делаете для того, чтобы поездка пассажиров была безопасной? Аккуратное вождение. Насколько важна вообще безопасность ваших пассажиров? На 100%. Что необходимо следовать? Время безопасности детской, детской. Сотрудники ГАИ просят водителей быть более внимательными и ответственными, соблюдать правила. Ведь от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения. Нарушители за свою беспечность поплатятся рублем, оплатив выписанный штраф. А тем, у кого с документами все в порядке, инспекторы обязательно скажут. Не забывайте, пожалуйста, о безопасности пассажиров. Счастливого пути. Хорошо. Мария Федорчук, Владислав Еремин. Служба новостей «Импульс». Накануне в одном из подъездов дома номер 10А Ленинградского проспекта был найден труп мужчины. Как нам рассказали, в следственном отделе по городу Новую Рингой в квартире во время распития компании спиртного между хозяином и гостем возникла ссора. Конфликт продолжился на лестничной площадке. Один из мужчин толкнул своего оппонента. Тот упал и ударился головой о мусоропровод. Проводится процессуальная проверка. Сегодня на своей площадке «Факел» принимает московская «Динамо». А в прошедшие выходные северяне встретились с красноярским «Енисеем». Как прошла игра, расскажем во второй части выпуска. Всемирный день волонтера добровольцы отметили активным трудом. Они помогали наводить порядок в строящемся госпитале. На Ямау поступила вторая партия вакцины от коронавируса. В первую очередь прививку получат люди из групп повышенного риска. Спортплощадки, арт-объекты и домик для «Андатор» Новоуренгойцы приняли участие в обсуждении проекта благоустройства «Озеро Молодежное». Всемирный день волонтера, который отмечают 5 декабря, прошел для новоуренгойских добровольцев весьма активно. В строящемся инфекционном госпитале неравнодушные горожане помогли рабочим отмывать палаты от строительной пыли, собирать мебель и убирать мусор. Навести порядок помогали молодежный актив города, воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал», представители депутатского корпуса, партийцы, общественники и все желающие. Подробности в нашем сюжете. Вот ребята ставили на мусор, тот, который наработали, здесь линолеум. Линолеум нарезали. Пусть они, да, вот это все собирают в мешки. Сейчас им дадут мешки. Инструмент, да, инструмент найдут. Распан пошел, они получают задания. И «Ямал» без наркотиков у нас собирать мебель будет. Сейчас подходит ставьте. А мы будем вытирать начисто мебель. Так начался выходной день для добровольцев, пришедших помочь подготовить инфекционный госпиталь к сдаче. Работы немало. Отмыть полы, стены и окна от пыли. Распаковать и собрать новую мебель, вынести весь мусор. Волонтеры здесь трудятся уже не первый день. Чем быстрее мы построим этот госпиталь, тем больше людей мы спасем. Потому что этот госпиталь с кислородом. Этот госпиталь настоящий, специализированный. И мы здесь каждый день, утром и вечером, и поздно, и рано, и днем, в нерабочее время. Те, кто работают, все работают в нерабочее время. Поэтому всем просто хочется сказать огромное спасибо, что люди неравнодушны, что свое время, тогда, когда они могли отдохнуть, да, или побыть там с семьей, я думаю, что это сторице воздастся. Закончите опирать пленку, и тогда переходите, все подсобные помещения эти, и потом переходите тогда на то крыло. Хорошо. Воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел» Ямал еще совсем юные, но уже рвутся в бой. Быть причастными к такому важному делу для них честь. Курсанты ловко справляются с мелкой работой. Плечом к плечу с подростками трудятся молодые специалисты добывающей компании. В компании попросили помочь с госпитальнем ковидным. И поэтому я, как председатель молодых специалистов, собрал группу людей от молодых специалистов, кто в добровольных началах готов помочь. Просто с ребятами собраться, помочь, и на душе потом очень хорошо становится, когда ты понимаешь, что делаешь хорошее дело. Натруженные руки взрослых мужчин легко выполняют привычную им работу. Закручивают болты и гайки, собирая новые специализированные койки для реанимационных палат. Каждую комнату необходимо оборудовать кроватью, двумя стульями, шкафом и передвижным столиком-тумбой. Сборкой мебели сегодня занимаются подопечные центра «Ямал без наркотиков». Ранее собирали мебель на третьем ковидном центре, который открылся Артигазде. Там собирали. Вот сейчас нас сюда пригласили. День волонтёров в госпитале, в котором так нуждается город, прошёл шумно и деятельно. На общее благо трудились множество активистов, вне зависимости от возраста и профессии. Практически всё реанимационное крыло привели в порядок. Но работы предстоит много. Так что внести свой вклад в общее дело добровольцы успеют ещё не раз. Полина Шорохова, Николай Александров, служба новостей «Импульс». На «Ямал» поступила вторая партия вакцины «Гам-ковид-вак» от коронавируса. На окружной склад в спид-центр доставили 500 доз отечественного препарата. Вакцину распределят по муниципалитетам соблюдением особого режима транспортировки. От минус 18 градусов в защищённом от света месте. В первую очередь вакцину получат люди из групп повышенного риска. Работники медицины, образования и социальной сферы, которые чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии. Эффективность вакцины «Гам-ковид-вак» согласно промежуточным результатам исследований превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второго компонента на 21-й день. Спортивные детские зоны, арт-объекты и даже домик для «Андатр» – такой будет территория вокруг озера «Молодёжное». Завершены публичные слушания по обсуждению проекта благоустройства. Встреча представителей администрации, проектировщиков и дизайнеров, а также горожан прошла в режиме онлайн. В ней участвовало более 100 человек. В ходе эфира от Новорингойцев поступило порядка 30 вопросов и предложений. Объект будет строиться в три очереди. Первую сдадут в 2021 году, вторую и третью – в последующие годы. В будущем году планируют сдать входную группу, пляж и ярмарочную зону. Универсальная территория будет востребована зимой и летом. Окончательный проект благоустройства будет размещен на сайте муниципального образования. Туда заложены все моменты, все пожелания, которые писали нам практически полгода, наши горожане. Мы это выставили неким райд-списком для того, чтобы это было учтено в концепции. И, соответственно, после проведения публичных слушаний мы еще немножко обработаем поступающую информацию и будем двигаться в направлении корректировки проектно-смертной документации. Комар из Ноябрьска обогнал сапоги из Коми. На страничке ВКонтакте сервиса путешествий tutu.ru идет голосование за самый необычный памятник России. В списке 10 объектов, среди которых лабораторная мышь из Новосибирска, пирожок с ливером из Оренбургской области, сапоги первопроходцев-строителей из Ифтывкара, а также комар-хранитель Сибири из Ноябрьска. Если вчера сапоги первопроходцев лидировали на 1%, то сегодня впереди комар. Проголосовать за скульптуру можно по ссылке на наших страницах в соцсетях. Опрос завершится сегодня в 23 часа. Болеем за комара и голосуем за самый необычный памятник. Напомним, в Новом Уренгое тоже есть скульптура комара, которую изготовили мастера, участвующие в фестивале «Легенды Севера». Сегодня на своей площадке факел принимает московская «Динамо». А в прошедшие выходные северяне встретились с красноярскими игроками и, к сожалению, новорингойских болельщиков обыграть гостей нашим волейболистам не удалось. Больше двух часов продолжался этот непростой поединок. Неуступчивый Енисей продемонстрировал азартные действия в атаке и мощную подачу. Подробности этой игры расскажем в сюжете. Трибуны «Звездного» вновь шумят. Это вторая домашняя игра чемпионата России Суперлиги «Паримач», в которой принимают участие не только игроки, но и их преданные болельщики. Они скандируют факел и отправляют любимым игрокам лучи поддержки. Тем временем поединок начинается. На этот раз соперником новоурингуйцев стал красноярский клуб «Енисей». Первый сет «Факел» начал увереннее, но красноярцы не уступали и, что называется, шли ноздря в ноздрю. Красноярцам развить успех помешали собственные ошибки. А вот Богдан и Волков были безупречны в атаке. И красивую точку в партии поставил эйсом Максим Жигалов. Итог 25-20. Болельщики в восторге. Очень круто, нам все нравится. Весело, шумно, интересно наблюдать. А вот второй сет был для «Факела» более напряженным. Сафонов, закрыв атаку Клеца, вывел «Факел» в лидеры 16-14, но красноярцы тут же нивелировали отставание. Концовку сета гости провели более уверенно 25-22. Третья партия вновь с минимальным отрывом, но победа уже за «Факелом». Всего команды играли 5 сетов, однако победа все же осталась за «Красноярцами». «Факел Енисей» 2-3. Я думаю, зрителям должна была понравиться эта игра, очень было интересно. Жаль для наших болельщиков, мы ее проиграли. Но я думаю, что мы сделаем выводы и больше тейбрейки не будем проигрывать. На эмоциях сейчас тяжело. Сыграли все, молодцы. «Факел» – очень хорошая команда. У «Факела» на тренерской скамейке свое место по состоянию здоровья не смог занять главный тренер Камила Плачем. Поэтому команду руководил старший тренер Роман Яковлев. «Чифры, которые я сейчас вижу в статистике, я, признаюсь честно, не видел, наверное, никогда в жизни». «Это же какая именно момент? По приему?» «По приему по эйсам, просто я не помню, что две команды имели практически идентичные показатели. У нас 16 ошибок при 13 эйсах. Енисей нас еще переплынул. 15 ошибок, 17 эйсов. Просто действительно, это какие-то такие вещи, которые, я не знаю, надо очень долго где-то копаться, чтобы найти еще одну такую игру». Команды действительно были равны по силе игры. Тем не менее, победа за Енисеем. Но игроки «Факела» не падают духом и готовятся к новой игре. Юлия Шаркова, Полина Шорохова, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Это были все новости к этому часу. Для вас работали Юлия Шаркова и журналисты «Импульса». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok